Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Около 10 тысяч тонн снега вывезли с улиц Самары за минувшие сутки. В ночь на понедельник расчищать городские улицы вышли 270 спецмашин. Всего за прошедшие сутки израсходовано порядка 60 тонн песко-соляной смеси и 70 тонн противогололедного реагента. Но это на основных улицах внутри квартальной проезда и дворы отдельная тема. Ответственность за их расчистку несут управляющие компании, на бездействие которых в администрацию города поступило немало жалоб. Сразу несколько групп специалистов городского департамента ЖКХ отправились по разным адресам, чтобы проверить, изменилась ли там ситуация к лучшему. К одной из таких групп присоединился и наш корреспондент. Улица советской армии, дом 200. Снег во дворе убрали буквально день назад. За лопатой сотрудники управляющей компании взялись только после жалобы жителей в районную администрацию. Теперь хотя бы пройти к дому можно, говорят жильцы. Убрали вчера, до вчерашнего дня вывезли. Писали мы в администрацию. Горы были, вывезли, хотя бы можно к подъезду подъехать. Как управляющие компании Самары справились с поставленной задачей? За пять дней привести в порядок дороги, тротуары во дворах, убрать сосульки и снег с крыш проверили сотрудники городского департамента ЖКХ. Объехали каждый район Самары. Адреса выбирали в том числе на основе жалоб самарцев. Особое внимание обращали на дома со скатными кровлями. С крыши восьмого дома по улице Мичурина свисают огромные сосульки. Явное упущение управляющей компании. Хотя коммунальщики заявляют, крышу чистили местами. А местами побоялись за автотранспорт жильцов. Чаще всего не удается снять сосульки с кровли по причине машин. Как вы видите, они ставят рядом с фасадом дома. Когда сосульки падают вниз, то разлетаются и могут повредить машину. В этом состоит проблема. А вот что помешало управляющей компании сбить сосульки с дома номер 36 по улице Гай неизвестны. Здесь даже кровля не скатная, а наледь внушительная. Причем на земле коммунальщики поработали. Выходы из подъездов расчистили до асфальта. Делали это, видимо, не поднимая головы. На проспекте Масленького наледь с крыши позбивали. И как нарочно оставили глыбы льда прямо на тротуаре, из-за чего прохожим приходится пробираться сквозь ледяные завалы. Впрочем, есть дворы, где управляющие компании поработали. Гастелло 35А. Внутриквартальные проезды и выходы из подъездов привели в порядок. Буквально за 14-15 число мы обходили весь район, обнаружили 232 замечания и порядка уже 70% уже отработано. То есть, в принципе, хорошие показатели, но все мы видим, что надо дальше работать. В условиях Аврала управляющие компании довольно странно поделили производственные возможности. Если почистили крыши, дороги в сугробах, где чистые проезды, сосульки на кровле. Яркий пример – двор на улице Красноармейская, 62. Вот снегопад прошел, там сосульки только в этом же году кошмар, только почистишь, они опять налезли новые. Все, все почистили, быстро, прям хорошо. А внизу вот здесь чистят, а там вот на подъезде к помойке, там вообще кошмар, там кашет. В большинстве случаев управляющие компании прошлись, что называется, по верхам. Есть и лидеры печального рейтинга. Хуже всех сработала компания «Альтернатива», особенно в части уборки наледи с крыш. Сотрудники департамента ЖКХ вместе с представителями районных администраций и городской административно-технической инспекции объехали сотни дворов. Список претензий и замечаний получили почти все управляющие компании. Есть, скажем, фронт работы для всех управляющих компаний. То есть, если первоначальная работа проведена, то теперь надо доводить до надлежащего состояния. По тем компаниям, которые не исполнили надлежащим образом свои обязанности, будут документы направлены вплоть до прокуратуры. Устранить недочеты коммунальщиков все равно придется, а некоторые еще и заплатят штрафы за нерасторопность. Некачественная уборка дворов стала поводом для административных протоколов в адрес управляющих компаний. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. Рейд показал, что с поставленной задачей очистить город еще к концу минувшей недели коммунальные службы Самары так и не справились. Городские власти проинспектировали шесть районов. Итоги объездов подвели на оперативном совещании в администрации. Полторы сотни нарушений выявили во время объездов по городу в выходные. Нечищенные дороги и снег и налезь на крышах. По данным районных администрации расчищено более 80% внутриквартальных территорий и 60% крыш. Но это не тот результат, на который рассчитывали, подвел итог первый вице-мэр Игорь Жарков. Управляющие компании должны были полностью привести в порядок город еще до прошедших выходных. Завтра в городском департаменте ЖКХ будет в 9 утра проведено совещание. На это совещание мы приглашаем работников городской прокуратуры, где, как я и обещал вам, будет проведена работа в административном порядке по тем управляющим компаниям, которые не справились с поставленной задачей. Времени исправиться осталось меньше суток. Поторопиться стоит и районам, оставшимся на очереди в графике объездов главы администрации. На этой неделе мэр посетит советский, промышленный и железнодорожный районы. Во время объездов мне не надо показывать, собственно, такие подготовленные в кавычках маршруты. Мы во время движения меняем траекторию. Поэтому будьте готовы, что достаточно принципиально будем подходить к оценке качества работы, в том числе и ответственных сотрудников администрации. Очередной экзамен готовит коммунальщикам и предстоящий оттепель. Она может обнулить все показатели по расчистке скатных кровель. Чтобы как можно быстрее почистить все крыши, снег убирали только по периметру. В центре он оставался. Как только потеплеет, этот снег тоже сползет к краю. Глава администрации Самары настоятельно рекомендовал обратить особое внимание на эту проблему. Как показал объезд, рабочих бригад в городе недостаточно. Эта работа была упущена. Игорь Владимирович, прошу вас к марту месяцу такую работу провести. В период массового таяния снега и образование вот таких, скажем так, накоплений на крышах. Значит, количество бригад должно быть существенно увеличено. На будущее глава города дал поручение формировать бригады для работы на высоте уже в сентябре, чтобы персонал мог вовремя пройти обучение и в сезон быть на низком старте. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков. События. На низком старте ИМП благоустройства в живом журнале и в Твиттере предприятие ежедневно обновляет информацию о том, на каких улицах города и какие работы в настоящий момент ведутся, в том числе по очистке от снега. Перед выездом из дома вы можете уточнить адреса, чтобы правильно спланировать свой маршрут и по возможности не парковать автомобиль там, где намечена расчистка дороги. Это, кстати, позволит избежать ситуации, в которую попал автомобиль на следующих фото, присланных нам телезрителям. Снегоуборочная техника может убирать не только снег, но и вставшие на пути к этому благому занятию автомобили. Этот случай произошел на шестой просеке. Администрация города просит автомобилистов не оставлять свои машины вдоль дорог, чтобы не затруднять работу снегоуборочной техники. В Новокубышевске последствия снегопада и вовсе чуть не привели к трагедии, причем пострадавшими вполне могли оказаться сами сотрудники городской администрации, а также случайные прохожие. С крыши здания администрации прямо на пешеходную зону рухнуло металлическое ограждение. По словам очевидцев, тяжелая конструкция не выдержала натиска мокрого снега, который не убирали длительное время. Людей в этот момент внизу не было, никто не пострадал. Получить комментарии представители администрации Новокубышевска не удалось. Неуважение водителей на дорогах к пешеходам и друг к другу в последнее время все чаще выливается в конфликты. Очередной случился на перекрестке улицы Уральской и Новокубышевское шоссе. На записи с видеорегистратора автомобиля, которым управляла 19-летняя девушка, видно, как легковушку подрезает внедорожник. Из него выходит мужчина и, достав нож, направляется к машине. Прокалывает переднее колесо, после чего скрывается. Как пояснила девушка, водитель легкового автомобиля, внедорожник ехал за ней несколько минут и не обгонял. Затем начал сигналить. Автоледи призналась, что в ответ на это показала водителю внедорожника неприличный жест. Ответ не заставил долго ждать. Все чаще участников таких дорожных конфликтов удается найти с помощью камер. В 2015 году на развитие системы автофиксации в Самарской области выделят 116 миллионов рублей. Сейчас в области работают 54 стационарных и 228 передвижных комплекса. В минувшем году с помощью видеокамер было вынесено более 900 тысяч постановлений о административных правонарушениях и было наложено свыше миллиарда рублей штрафов. Как считают в ГИБДД, благодаря развитию системы автоматической фиксации, заметно снизилась аварийность в регионе. Я просто надеюсь, что именно на этом не будет экономия, потому что она затрагивает прежде всего жизни и здоровье жителей губерний, и на этом экономить не будут. Но я могу сказать, что это лишь надеюсь. Пока с новостью не искали, что 116 миллионов вполне достаточно суммы, чтобы развивать и поддерживать подобную систему. 18 января на 51-м году жизни из-за внезапной остановки сердца скончался самарский издатель, спортивный общественный деятель, генеральный директор еженедельника «Самарский футбол», руководитель детско-юношеской спортивной школы «Самара» Андрей Бурцев. Прощание пройдет 20 января по адресу, который указан на экране. 19 января христиане отмечают большой праздник – крещение Господня или Богоявления. Накануне ночью многие стараются окунуться в прорубь, чтобы смыть грехи. В этом году из-за теплой погоды купания в проруби были запрещены. В охране правопорядка принимали участие более 2000 полицейских, 10 сотрудников частных охранных предприятий, 10 казаков и полсотни дружинников. Полицейские, а также спасатели, водолазы дежурили на спусках к Волге, где в прошлые годы были организованы купели. Крещенская ночь в губернии прошла без ЧП. Отсутствие настоящих крещенских морозов не помешало верующим отметить один из главных православных праздников. Его еще называют Богоявлением. По преданию, когда Иисус крестился в водах Иордана, в миру явилась Пресвятая Троица. Торжественные богослужения проходили во всех храмах. Одна из традиций – чин великого освящения воды. Считается, что она дает здоровье и духовные силы. Христос, войдя причистым телом в реку Иордан, своим телом осветил воды. Он вошел в Иордан и сам осветил. И с тех пор каждый год происходит такое освящение воды. Священник погружает в воду крест, на котором воздал Христос. То есть как бы Христос снова входит в Иордан, вода освящается, это вода для исцеления души и тела. Считается, вода в крещенскую ночь приобретает целебные свойства и смывает грехи. И простоять может целый год. Большой праздник. Это для Руси вода освященная, она пользу приносит человеку, земле и людям нам с вами. И благодать Божья поступает. Малышка, так плакал, внучка, просто заливалась слезами. Вот взяли эту воду, окропили ее, ложечку выпить дали. И вот как, моментально, вот, ну, даже ничего. И не стал плакать. Праздник Крещения – самый великий праздник, если так сказать. И для меня это очень большое значение имеет. Вот, я прихожу в церковь, я хожу в церковь, и сейчас за Святой Водой пришла. В этом году на Крещение купелей на Волге не было. Впрочем, говорят священнослужители, обряд омовения все желающие могли совершить дома. Водопровод накануне традиционно осветили. Валерия Квасневская, Дмитрий Мешканцов. События. Словно в зимней сказке оказались гости областной вечерки. Все как в лучших традициях. Иван Царевич, Гусли, Колобок и Хороводы. Добрые молодцы и красные девицы устроили очередной праздник в лучших славянских традициях. Гусли – крыловидные, самый народный инструмент, без которого на Руси не обходился ни один праздник. Как, впрочем, сложно представить славяны без хороводов, песен и сказок. На традиционную самарскую вечерку в этот раз добрался настоящий Иван Царевич из Белоруссии. В миру Георгий Левшунов колесит по нашей стране и на своих семинарах рассказывает, что каждому человеку по силам устроит свою жизнь, как в сказке. Вечерки нужны для того, чтобы люди снова стали здоровыми, счастливыми и богатыми. Ведь раньше у наших предков было по 10 детей, а сегодня еле одного рожают. Очень важно, что в нашей культуре есть и народные танцы, и игры, и хороводы, и молодецкие забавы, и махание шашками. Все это надо возрождать сейчас, для того, чтобы мы стали снова сильными и могучими. Сильные и могучие молодцы, скромные и нарядные девицы, дети и взрослые. Не было тех, кто равнодушно оттяживался по углам. Понравилась девка, смело приглашая в хоровод. Главная задача вечерки – рассказать молодежи о правильных семейных ценностях, показать, как наши предки знакомились и развлекались. Я думаю, что у кого нет пары, обязательно такое мероприятие поможет найти пару. И причем создаться необычная семья, а счастливая, с видом на счастливое будущее. Самое главное во всех играх и хороводах – это смотреть друг в друга в глаза, смотреть в глаза, проходящие мимо, для того, чтобы создать единый дух, дух, который поведет тебя в хоровод, в танец, в песню или в такую другую игру. Может быть, даже саловальность. По предварительным подсчетам, эту самарскую вечерку, в областную, посетило почти 200 человек. Юлия Чернеева, Максим Гусев, События. В Самаре стартовали игры регионального хоккейного турнира «Золотая шайба». В соревнованиях принимают участие ребята от 10 до 15 лет. Первыми на ледовой площадке встретились команды Октябрьского района. Болел за юных хоккеистов наш корреспондент. Здесь игрок, здесь, здесь, здесь и один в середине, когда мы в атаке, понятно? Один у ворот, другой в углу. Четкая стратегия, сложная работа, а также сила, ловкость, мужество и бесстрашие. Ведь на льду в этом виде спорта нет места трусу. На площадке только настоящие мужчины, даже если им всего по 10 лет. Если в тебя шайбы попадут, будет очень больно. Трусить тут тоже нельзя, потому что катаешься, вот соперник на тебя едет, ты испугался, все, и отъехал. Шайбу пропустил. А ты? Ну, я нет. Первые соревнования в ежегодном городском турнире «Золотая шайба» обещают по-настоящему космическую игру. На ледовом поле столкнулись команды «Сатурн» и космические аллигаторы. Ассоциация с тем, что космические, летают в космосе быстрые аллигаторы. А аллигаторы страшные? Да. «Золотая шайба» проходит в городе уже более полувека. И в этом году турнир собрал рекордное количество команд – 22. Для сравнения, два года назад было всего 8. Соревнования пройдут в трех возрастных категориях. Соревнования «Золотая шайба» дали нашему хоккее много великих хоккеистов. И я уверен в том, что и в дальнейшем они будут появляться на наших дворовых площадках и принесут славу нашему хоккею. Победители соревнований в Самаре выйдут на лед против лидеров среди тольяттинских команд. Ребята будут бороться за выход в финал областных соревнований «Золотая шайба». Марина Матвеевна, Алексей Золотенков. События. Чистый вывоз капитала банками и предприятиями из России в 2014 году по оценке Банка России составил 151,5 млрд долларов. Смотрите новости экономики сразу после нашего выпуска. Телефон редакции 202-11-22, наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самарагис на экранах смартфонов и планшетов. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарагис. Чистый вывоз капитала банками и предприятиями из России в 2014 году по оценке Банка России составил 151,5 млрд долларов. По итогам минувшего года отток капитала оказался в 2,5 раза больше, чем в 2013 году. В четвертом квартале 2014 года чистый вывоз капитала увеличился в 9,4 раза, до 73 млрд долларов по сравнению с третьим кварталом. Во втором квартале чистый вывоз капитала составил 22,4 млрд долларов. В первом квартале вывезли 48 млрд долларов. Существенным фактором увеличения чистого вывоза капитала частным сектором в 2014 году, наряду с наращиванием иностранных активов стали выплаты по внешнему долгу компаний и банков в условиях сокращения возможностей для рефинансирования долга из-за санкций. Больше половины россиян не хотят вникать в изменения в пенсионной системе, которые заработали с 1 января 2015 года. Они уверены, что формула неоднократно поменяется. Лишь 2% граждан разобрались в новой пенсионной системе. Каждый седьмой гражданин знает о новациях в пенсионной системе страны лишь в общих чертах, по новостям. Пятая часть признались, что даже не слышали об изменениях. Число официально зарегистрированных безработных по итогам года ожидается на уровне 1 млн 600 тысяч человек. Планировалось всего 950 тысяч. По информации чиновников, дополнительные расходы на организацию временной занятости растущего числа безработных ведомство оценило в 34 млрд рублей. Меры поддержки рынка труда предполагают опережающее профессиональное образование для работников, которые находятся под риском увольнения, стимулирование занятости молодежи на социальных проектах и организацию социальной занятости инвалидов. На эти цели потребуется еще около 18 млрд рублей. Российский фондовый рынок открылся снижением котировок. Индекс ММВБ снизился до отметки 1587 пунктов. Среди лидеров роста бумаги Мичелло, полюс золота, Эон Россия и Аэрофлота. Лидеры падения акции Яндекса, Башнефти, МВД и Транснефти. Торги на российском рынке открылись на фоне позитивного закрытия в пятницу европейских и американских площадок, а также возвращение цены на черное золото выше уровня 50 долларов за баррель. Фьючерс на американский индекс S&P снизился. На азиатских рынках сегодня единой динамики не наблюдается. Наибольшее снижение показывают рынки материкового Китая. Курс доллара на 19 января 65,17 рубля, курс евро 75,84 рубля. Золото стоит 2636 рубля за грамм, серебро стоит 35,87 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent 49 долларов 99 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте. В эфире новости спорта и я, Андрей Трой. Самарас Гео переиграли Алтай Баскет. ЦСКА ВВС уступили стерхам. На базе склон прошли соревнования по фристайлу. Баскетболисты Самарас Гео на своем поле переиграли Алтай Баскет со счетом 101-93. Первые три четверти хозяева паркета уверенно выиграли. И последнюю десятиминутку начали при счете 81-62. В концовке нашей команде пришлось понервничать. Но точность и хладнокровие при исполнении штрафных бросков помогли довести матч до выигрыша 101-93. Эта победа стала для клуба Самара восьмой подряд и 50-й в новейшей истории команды. Сегодня Самарас Гео проведет очередной матч Суперлиги и встретится с клубом Новосибирск. В воскресенье хоккеисты ЦСКА ВВС в Самаре сыграли второй матч с ямальскими стерхами. Первый матч летчики проиграли по булитам 1-2. Во второй встрече, как и в предыдущей, хозяева первыми пропустили. На 34-й минуте отличился Ренат Шамсулин. Хоккеисты ЦСКА ВВС отыграться смогли лишь в начале третьего периода. Шайбу забросил Дмитрий Хамко. За 6 минут до конца основного времени хозяева остались в большинстве и организовали несколько опасных выходов к воротам стерхов, но до гола дела не дошло. Авертайм победителя тоже не выявил, и исход матча вновь решила серия послематчевых булитов. Тут вновь сильнее оказались гости. Решающий булит забил Павел Никулин, недавно перешедший в стерхи из Сокола. В воскресенье на горнолыжной трассе «Склон» прошел розыгрыш Кубка Федерации Фристайла Самарской области. Эти соревнования прошли впервые в истории областного фристайла. В них приняли участие 35 спортсменов из Самарской и Ульяновской областей, а также из Татарстана. Они соревновались в нескольких дисциплинах «Слоуп Стайл» и «Нью Скул». Начались соревнования с областного фестиваля «День снега», направленного на популяризацию горных лыж. Перед его началом Денис Малкин провел открытый урок, в котором участвовали полтора десятка юных самарских любителей фристайла, делающих первые шаги в этом виде спорта. Это были все новости спорта на сегодня. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!